Когда быть гуся весной? Открылся сезон охоты на гуся. Имея немалый опыт этих охот, хочу поделиться им с вами. В этой статье речь пойдет о мудростях и заблуждениях, о старом и новом, о нужном и ненужном при весенне охоте на гуся. Доводы, конечно, в чем-то хороши, но не лучше ли попытаться найти молодое, новое, а главное, более удачное решение? Ведь только полный глупец станет считать наш мир совершенным. А стало быть, просторы для фундаментально новых решений безграничны. И на то новое, что я вам сейчас предложу, вполне возможно, уже завтра кто-то поставит жирный крест и предложит более совершенное и продуктивное. От чистого сердца только порадуюсь за это молодое дарование, и дай бог ему не остановиться на достигнутом результате. Сидя как-то в шалаше возле 12 профилей, я рассудил логически. Профилей гусей возле меня 12, а я, применяя манок, издаю только один голос. В природе такого нет. Много раз я наблюдал, как на приветствие подлетевшей стаи отвечают, почти все гуси из стаи сидящие. В связи с этим у меня возник вопрос, а так ли нужны все 12 профилей. Из свежего трофея делал подсадного, подставив ему под голову рогатый прутик, тем самым придав ему форму строжевого гуся. Этим я отсекал сразу две солидные неприятности. Полностью избавлялся от бликов и от плоской формы, отпугивающей подлетевших гусей. Гуси стали не только подлетать, но и садиться. Но и на этом я останавливаться не стал. Чтобы заполучить первый трофей, все равно нужно было тащить с собой и расставлять кучу профилей. Это меня не устраивало. Хотел уже заказать себе чучело гуся, как в продаже появились, и очень хорошо себя зарекомендовали итальянские полнокорпусные профили. Нигде не хотели мне продавать одного гуся, предлагая купить как минимум трех. Но в одном магазине, в обмен на мой секрет, мне все же продали одного сторожевого белолобого. Прошедшие три весны я охотился на гуся, таким образом, в трех-пяти метрах от шалаша ставлю корпус, и на этом успокаиваюсь. Увидев или услышав гусей, начинаю манить манком, подражая голосу одиночки, это несложно. Главное, не пожалеете денег и купите хороший манок. Почти всегда стая тут же поворачивает и идет прямо на меня. Почему почти? Объясняю. Впрочем, это уже не объяснение, а очередная выведенная мной аксиома. Если гуси летят высоко и четким клином, манить бесполезно, это проходной гусь. Каким бы виртуозом подражания вы не были, каким бы манком не манили, результат будет нулевым. За минувшие три весны я убедился, что одиночный корпус в сочетании с хорошим манком, работает по стае точно с таким же эффектом, как и 12 штук. Но, по одиночно летящему гусю он работает значительно лучше. Много раз молодые белолобые, без крапа на груди, сходу, не делая ни одного круга, садились в 10-12 метрах от шалаша. Видимо, желание заполучить партнера, возобладало над чувством осторожности. Взрослые особи, сделав один-два круга, тоже неоднократно садились. Охота открылась 4 апреля. Полноценный тетеревинный ток к этому времени, уже прекратил свое существование. Воды на зеленях не было нигде, а стало быть ждать на них гуся было бесполезно. Полагая все же поохотиться на гуся, я поставил шалаш на одной из старых торфоразработок, где на качкарнике уже пробивалась молодая трава. Из года в год гуси там садятся всегда. В первое охотничье утро, в районе 9 часов утра, над болотом появилась стайка гусей. Услышав мой манок, гуси тут же повернули в мою сторону на одиночный корпус. Первый выстрел принес мне и первый трофей, второй был промах. Гуси прошли невысоко, стрелял дробью номер ноль, гусь был чисто бит. В это утро ни одного гуся я больше не видел. На следующее утро все повторилось почти один в один. Единственная стая, маню, идут на меня, еще ниже, чем вчера. Дуплет, и оба промах. Больше на гуся не ходил, его просто не было. Охота с несколькими стаями за утро, это не для меня. Не обязательно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что эти стайки как раз и были той разведкой, о которой я упомянул в самом начале видео. Охота закрылась 20 апреля. Гусь массово начал идти, 25-26 числа. Мои местные друзья сообщили мне, что переболев после икромета, на спиннинг пошла щука. Решив наловить к Пасхе свежие рыбы, 25 на рассвете приехал на один из прудов. Пока кидал спиннинг, в промежутке между 8 и 10 часами в поле зрения прошли более 40 стай гусей, многие из них по численности были более двух-трех сотен голов. И это только в районе одного конкретного места. Вот вам и весна, вот вам и сроки. Или может и вправду, не все коту масленица? По поводу численности стай, я думаю, многим это будет интересно. Еще в детстве, классе в девятом, погожим весенним вечером мать с улицы мне крикнула, быстрее иди сюда. Я выбежал на улицу. Солнце уходило за горизонт, и на чистом темнеющем небе я увидел следующие, ровную, длинную полосу гусей, в левую сторону от которой отходило множество ответвлений, в каждом из которых было по 50-70 гусей. Этот строй напоминал половинку елочки. Удивило меня то, что головная часть этого строя, уже приближалась к горизонту, а конца его не было видно. Мне казалось, что я вижу полосу из диких гусей, протянувшуюся с одного конца света до другого. Лед этой четко ровной полосы, с несколькими сотнями ответвлений, длился где-то минут 20-25, и сколько тысяч гусей за это время пролетело надо мной я даже предположить не могу. Картина тысяч летящих с голосом гусей, подсвеченных снизу перевалившим за горизонт солнцем, на фоне темнеющего синего неба, оставила в моей памяти неизгладимое впечатление. Высота полета была 120-150 метров. Гуси шли по направлению на северо-восток. Нигде и никогда ничего подобного я больше в своей жизни не видел. Теперь обсудим охоту. Несмотря на то, что у гусей основной лет на кормежку начинается, после 8 часов утра в шалаш лучше приходить перед рассветом. Здесь я нисколько себе не противоречу. Не стоит забывать про лихие головы, желающие без особого труда выловить ту самую пресловутую рыбку. Я имею в виду все тех же бродячих охотников, о которых я говорил вам в предыдущей статье. Что на тетеревинном токе, что на гусиной охоте, эти везде сумеют нагадить. Нет, чужой шалаш они не займут, такого еще не было. К рассвету они прутся на место ночевки гусей, на торфяннике, ради одного-двух безрезультатных дуплетов, делая ставку на вечную авось. Потревоженные гуси полетят на кормовые поля, где и нужно быть готовым их встретить. Если такое случилось, гуси пойдут на поля без предварительной разведки. Косяки с голосом потянутся к полям. Не нужно спешить стрелять. Первым стаем лучше дать сесть. После чего можно отвести душу по полной программе. Если хотите, чтобы удовольствие было максимальным, не выбегайте из шалаша за трофеями. Если случится подранок, добивайте по возможности вторым выстрелом, и пусть он лежит на поле до конца охоты. При нормальном развитии событий сидите в шалаше не выходя, и не высовываясь. Если хотите, чтобы удовольствие было максимальным, не выбегайте из шалаша за трофеями. Если случится подранок, добивайте по возможности вторым выстрелом, и пусть он лежит на поле до конца охоты. При нормальном развитии событий сидите в шалаше не выходя, и не высовываясь. Когда кормовые поля находились, не более чем в километре от ночлежного болота, мне неоднократно случалось наблюдать следующую картину. Шалаш я всегда устраиваю так, чтобы лицом сидеть к болоту, именно для того, чтобы не прозевать разведчиков. После восьми часов утра над болотом в небо поднимались, три-четыре гуся. Крупные силуэты птиц, хорошо видны на фоне ясного утреннего неба. Молча они летели в сторону облюбованных ими полей. Подлетев, делали один полный круг на высоте, не менее ста метров, и тем же путем, каким прилетели, возвращались обратно к болоту. В бинокль я четко видел, как они, не снижаясь, подлетели к самому болоту, и в этот момент, как будто по их сигналу, к ним навстречу стали взлетать сотни гусей. Тут же взлетевшие гуси большими табунами, без четкого строя, летят прямо на поля. Делают небольшие круги над полем и по спирали приземляются. Вереница гусиных табунов кажется нескончаемой. Одни гуси уже кормятся, другие подлетают, третьи в пути к полю, четвертые только взлетают с болота. Создается вполне реальное впечатление, что гусь везде и всюду. От тысячи этих величавых и массивных птиц, захватывает дух даже увидавшего виды охотника. Такие моменты в жизни очень дорогого стоят. Продолжение следует...